В советских фильмах про бандитов женщинам отведена особая роль. Ни одна воровская малина, точнее ни один фильм про преступный мир не обходится без того, чтобы бандит не появился без красивой спутницы. И речь идёт не только о том, что красивая женщина украшает мужчину. Преступному миру женщина нужна ещё для обделывания своих тёмных делишек. Ведь женский пол вызывает гораздо меньше подозрений. О самых ярких мурках советского кино мы хотим рассказать вам в этом видео. Лариса Удовиченко. Роль Маньки Облигации. В общем, я вижу, мои разговоры на тебя не действуют. Ты всё по-прежнему такая же попрыгунья старикоза. Только учти, что лето красное и ты уже пропела, так что придётся тебе на 101-й километр отправляться. Да, вот Шарапов, довелось тебе поручка со знаменитой Манькой Облигацией. Там и приятный во всех отношениях только работать не хочет. А напротив, ведёт антиобщественный образ жизни. А ты меня за руку ловил? Волчина позорный. Чтоб право и дела на людях рассуждать. Чёрт. У актрисы Ларисы Удовиченко более 140 работ в кино. Но ни одна из них не смогла затмить знаменитую Маньку Облигацию. Характер своей героини она показала великолепно. Девица лёгкого поведения, с весёлым нравом и богатой фантазией, на ходу сочиняющая про папочку фронтовика и фамильное наследство в виде браслета. Красивый, Маня, у тебя браслетик. Ещё бы. Браслет старинный, цены немалый. Сколько платила? Любокупная вещь-то. Наследство это моё. Память мамочкина. Как же так, Маня? А ты в прошлый раз говорила, что мамаши своей не помнишь. Ну и что, я не отказываюсь. Память мамочкина мне папа передал. Погибшую на фронте. Интересно, что Говорухин предлагал Ларисе Юдовиченко сыграть милиционера Варю Синичкину. Но актриса отказалась, так как образ Вари ей показался скучным и чересчур правильным. Всё своё кокетство, шарм и обаяние она вложила в образ Маньки Облигации, с которым её до сих пор ассоциируют зрители. Написать. А он меня потом за это... Ну ладно, ты не беспокойся. Ушли, напиши, а я позабочусь, чтобы он тебя оставил в покое. Обижать ему тебя в этом кабинете будет затруднительно. Ему-то затруднительно. А дружки? Они как узнают, что я бы заболела, сразу меня на ножи поставят. Поставят, как пить дать. Только это ещё скорее случится, если ты не перестанешь шляться по их хазам да маринам, по вокзалам да ресторанам. По вокзалам и ресторанам, ну... Татьяна Гаврилова. Роль Люсьен. Ну так есть ещё праздник-то на земле, или нет? Есть, горе! Горюшка ты уможила. Ты моя хорошая. Я тебя сегодня во сне везела. Так, и что же я делала во сне? Крепко обнимала меня. А ты ни с кем не спутала меня? Горе, ну... Вспоминается мне один весенний вечер. Здорово. Рад, что ты вот пухтел. Я сам рад. Татьяна Гаврилова сыграла в фильме «Калина Красная». Девицу из воровской малины по кличке Люсьен. Ей по-человечески жалко Егора Прокудина, и она попытается спасти его от смерти, но безуспешно. Интересно, что Татьяна Гаврилова из-за своих вредных привычек несколько раз срывала с съёмки фильма «Калина Красная». И Шукшину часто предлагали заменить её другой актрисой, тем более, что роль была второго плана. Но Шукшин был твёрдо уверен в том, что Люсьен никто лучше Гавриловой не сыграет, и в своём упорстве оказался прав. Губа, а ты не тронешь его? Люсьен, о чём ты говоришь? Это он бы меня не тронул? Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинет святым кулаком покаянной шеи. Ты не тронешь его, тварь! Ты сам скоро сдохнешь! Сидеть! А то я его с Рядышком положу. Анна Самохина. Роль Марго. Я знаю, ты стихи пишешь. Посвяти мне стихотворение, Кифарик. Ну, у вас, наверное, есть человек, который может посвятить вам стихи? Нет. Он совсем другим делом занимается. Каким? Он обкладывает богачей налогами. Это же ваш лозунг, грабь награбленная. Я не знаю. Он просто хердию не трогает. Весь сюжет фильма «Воры в законе» закручен на биографии роковой красотки Маргариты. Или Марго, как ее называют жулики. Она одинаково легко разбивает мужские сердца. Начиная от криминального авторитета Артура, которого сыграл Валентин Гафт. И заканчивая простым парнем, археологом Андреем. Кто такие? Ладно. Ну, кто такие? Я с ним познакомилась совершенно случайно. Ну, пошли бы с ним в компанию. Ну, я немножко потанцевала с другим. Ну, что, я не имею права, в конце концов, потанцевать с другим? Ну, я потанцевала. Вот и все. Вот на обратном пути. Ой. Ой, подожди. Что такое? Ой, подожди, Бог. Бог. Давай, держи. Ой. Ой. А? Ой. Первый советский фильм про организованную преступность имел большой успех среди зрителей, как и актриса Анна Самохина, чья героиня Марго сгорела, как мотылек, не сумев найти в себе силы вырваться из лап преступного мира. Да. Алло. Да. Алло, Андрюша? Да. Андрюшечка, ну куда же ты пропал? Мы тебя так долго искали. Долго же вы меня искали. Забирай вещи и уходи. А я знаю, что ты хотел сделать. Что? Ты меня хотел убить. И это поняла сегодня ночь. Наталья Ченчик. Роль в «Лже-Ане». Алло. Это ты меня спрашивал? Не знаю, может и я, если ты Аня. Да я-то Аня. А ты вот что за ком с горы? Мастерски сыгранная роль подставной Ани в фильме «Место встречи изменить нельзя» показала зрителю прекрасную советскую актрису Наталью Ченчик. Несмотря на то, что Шарапов по её повадкам и затасканному виду догадался, что это не подружка Фокса, «Лже-Ане» удалось изменить планы оперативников и заманить Шарапова в парк Сокольники, откуда бандиты чёрной кошки и увезли Шарапова в своё логово. Тебе бабка передала, что я звонил? Ну, передала. Что с тобой? Значит, штука такая. Прищучили твоего Фокса всерьёз. А тебя менты мне попросили передать? Я три дня с Фоксом на одних нарах провалялся. И он просил меня помочь ему. А я сижу здесь с тобой, с дурой. Так, ты вот что, не собачься. Говори, если звал. Мне тоже интересно здесь с тобой сидеть. За свою недолгую творческую жизнь актриса Наталья Ченчик только раз сыграла роль, имеющую отношение к преступному миру. Но благодаря этой работе её увидела страна, и она вошла в историю советского кинематографа. Пожалуйста, получишь ты свои пять тысяч. Рассказывай, что ты мой как, потом получишь. Тише ты какая ушлая. Паскудный мой народ, бабы. Там твой мужик на нарах парится, а ты пять кусков зажала, жизнь его под корень и ружья. Пошли ты! Ты уже мне Иисусик. Нет у меня сейчас с собой денег. Вот съезжай и привезу. Вот съезжай и привези. Я через два часа сюда тоже подгребу. Светлана Светличная. Усё приготовлено. Ксиво. Паспорт готов. Хазы. Фотел Аклантик. Двуховичный номер оплачен. Хрент. Фас. Профиль. Гонорар. Очередным методом изъятия бриллиантов бандой злодеев-контрабандистов у добродушного Семёна Семёновича стала красавица Анна Сергеевна, которая пригласила гражданина Горбункова к себе домой, где и подсыпала ему снотворное. Вот. Отшпилилась. Ой, как вы меня напугали. Разрешите, я вам помогу. Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьётся сердце. Стучит? Стучит? Стучит. Но даже чары этой девицы были бессильны против советского правдома в лице Нонны Мордюковой, которая выследила своего соседа и накрыла его с поличным. Светлана Светличная прекрасно вписалась в образ девушки, связанной с миром криминала. Её взгляд, походка, мимика и танец, конечно же, навсегда запомнились зрителю. Ну а фразы «Салют, мальчик», «За наше случайное знакомство» и «Не виноватая я, он сам ко мне пришёл» сразу же разошлись на цитаты. Добрый день! Бонжур, мадам! Пардон! Я счастлив вас приветствовать в этом скромном, уютном... Салют, мальчик! Я от шефа. Татьяна Ткач Здравствуйте! Вы что? А ничего. Мне Евгений Петрович вилел первым делом вам передать, чтобы вы его колечко поглубже заныкали. В розыске оно, по-мокрому. Поэтому он вас прислал? Нет. Он вилел передать, чтобы я объяснил вам, как его с нару вытащить. А вы тут меня за драка держите. Женщин, бандит Фокс выбирал подстать себе красивых, ухоженных и породистых. Такой была и Аня, работница общепита, которая пропускала через вагон ресторан ворованный провиант из продуктовой базы. Под красивой внешностью скрывался сильный характер. Только она одна из всей банды «Черная кошка» ни минуты не сомневалась в том, что нужно вызволять Фокса из тюрьмы. Хорошенькие дела. Ну, какие будут мнения, господа хорошие, вы просто обязаны его спасти. Помолчи, ты под пули не полезешь. Это не женское дело. Я свое дело не хуже других знаю. Денежки-то к вам через меня прибежали. И такой же голос, как все имеют. Тихо, тихо! Разумеется, невелика заслуга быть любовницей бандита, пусть и главаря. Но у Татьяны Ткач эта роль стала самой известной работой в кино, несмотря на то, что она снималась в таких фильмах, как «Белое солнце пустыни», «Бег» и «Мастер и Маргарита». Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!